Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон и сегодня у меня... Собираясь со мной, пробуем новую косметику, болтологическое видео, все в таком плане. У меня давно не было такого плана видео в принципе. Со мной связались ребята из КМ Косметикс и сказали, хотим прислать вам попробовать целую коробку косметики. Я сказал, конечно, с огромным удовольствием. Это минеральная косметика. Это не минерализированная, это именно минеральная косметика КМ Косметикс. Называется Crystal Minerals. Вы знаете, я фанат... Как сказать, я фанат? Мне прислали целую кучу, во-первых, пробников, тестеров от КМ Косметикс. Целую гору здесь все у них. Так она называется Crystal Minerals. Не знаю, видно здесь что-то или нет. Такая вот, ребята, эта тема Crystal Minerals. Вот так у них выглядит косметика. Откуда я знаком в принципе с минеральной косметикой? У меня в свое время, когда я приезжал в Милан, я приходил в Сифору и говорил, посоветуйте мне хорошую хай-класс, хай-энд косметику. У меня сегодня челлендж. Сделай косметику, сделай макияж на лице со сломанной рукой. Мне в Сифоре рекомендовали тогда Bar Minerals. Bar Minerals это Bar Skin. Тональная основа. И я был в восторге. Потом я пользовался Glow Minerals. То есть тоже минеральная косметика. Это жидкая минеральная основа. И я был в восторге в обоих случаях. В Glow Minerals у меня не подходил тон ни темный, ни светлый. Но я был в восторге от того, как ложится минеральная косметика в принципе на кожу лица. Ребята из КМ Косметикс работают только, я так понимаю, только с рассыпчатыми фактурами. Как сказать? Фактура, структура. Только с рассыпчатыми минералами. Я никогда в жизни не пользовался косметикой рассыпчатой тональной основой. К примеру. Знаете, мне кажется, у меня очень сильный пересвет. Сейчас немножко получше будет. Вы знаете, я никогда не пользовался основами на рассыпчатой, полностью рассыпчатой основе. И мне это Crystal Minerals называется. Вот так называется их компания. Это русская косметика. Делается в России. Они мне дали на выбор. Выбирай косметику, какая тебе нравится, какую ты хотел бы попробовать. Мне стало очень интересно. Основа сатиновая. Оттенок PL1. Я попросил в оттенке PL1. Выглядит очень все лаконично. Выглядит очень красиво. Достаточно, как сказать... Я люблю минимализм. Особенно в таких деталях, как косметика. Сразу чувствуется, знаете, такое люксовое ощущение. Скажем так. Прислали мне миллион пробников. И попросил я одну основу в большом формате. Мне стало очень интересно посмотреть, как работает пудровая. Ну как пудровая. Вот рассыпчатая минеральная основа. Я о таком... Вы знаете, мне пришлось даже зайти и посмотреть на YouTube, как наносить рассыпчатую минеральную основу. Я скажу честно, с плохой основой у меня подчеркиваются все венки, все морщинки. Все подчеркивается моментально. Поэтому я скажу честно, мне очень сложно подобрать тональную основу, которая не будет подчеркивать все имперфекции на моей коже, все дисколорации. Которая скроет, но в то же время не будет подчеркивать, не будет казаться такой тяжелой маской на лице. Поэтому я попросил, и первое, что мне прислали целую кучу и бронзера, и тени, и хайлайтера, и абсолютно все. И пудры. Я взял несколько пудр, потому что пудры рассыпчатые я люблю. Я большой фанат рассыпчатых пудр. Моя одна из любимых пудр рассыпчатых это Luxe от... Это тоже Glow Minerals. Это тоже минеральная пудра, великолепная рассыпчатая пудра. Поэтому я заказал сразу несколько рассыпчатых пудр. Почему нет? Потому что я люблю рассыпчатые пудры. Мне стало интересно, чем наносят рассыпчатые тональные основы. Наносят обыкновенные кабуки щеткой, как оказалось, да? Вот я возьму вот эту от ZOEVA. Это у меня Silk Finish 102. Я попробую ей нанести основу. Я не заказал никакие консилеры, поэтому попробуем только тональной основой. Производитель ООО КМ Косметикс. Санкт-Петербург. Честно, первый раз такое вижу, что в России я не знал. Я честно не знал, что в России производят минеральную косметику в принципе. Очень красиво. Очень все красиво. Очень достаточно все выглядит. Лаконично. Обожаю, обожаю такой дизайн. Очень красиво. Хорошо постарались. Поэтому мне самому это очень интересно. Сегодня у меня челлендж макияж одной рукой. И мне нужно сделать макияж для ASMR видео, которое я снимаю сразу после. И ничего не рассыпало. Все в хорошем, в таких вот контейнерах. Очень все хорошо дошло. Поэтому я очень доволен этим. Сейчас интересно. И честно, у меня большие надежды на рассыпчатую тональную основу. Я не знаю, пользовались ли вы когда-нибудь или нет. Но мне очень... Знаете, у меня единственное что, когда пришла вот эта вот тональная основа, мне показалось, что она чуть-чуть желтит. Хотя я вроде бы не брал в таком вот... В таком... В желтом. Я брал мой розовый подтон. Оу. И я... Как сказать? Во-первых, я узнал, что такие продукты, как минеральная косметика, ее можно наслаивать, чтобы достичь нужного эффекта покрытия. Поэтому у меня здесь надежда. Потому что, вы знаете, у меня сейчас... Я вернулся недавно из Венеции. У меня абсолютно... Абсолютная беда. У меня сломана и рука, и нога. Слава Богу, рабочая правая рука у меня в нормальном состоянии. Но у меня, когда я лежал в больнице, у меня обострился псориаз. У меня... Боже мой, это было тяжело. Это было действительно тяжело. Поэтому я сейчас потихоньку начинаю только приходить в себя после такой вот... После такого приключения. Вы знаете, это из тем... Вот здесь у меня пигментное пятно, которое у меня всю жизнь. И у меня вот он показатель того, насколько хорошо тональная основа или консилер обладает покрывающей способностью. И достаточно хорошо сразу перекрывает. Восхитительно. Знаете, плюс какой... Вот сразу скажу. Не чувствуется. Ты как наносишь тональную основу, и которая сразу же моментально и припудривает. То есть совершенно нет. Честно говоря, у меня первый раз такое. Первый раз я в жизни пользуюсь. Минеральной тональной основой для меня. Это все очень-очень новая. Я, честно, даже не знаю, как ей наносить. Если честно, я скажу так, что это достаточно светлое и то, что я люблю. У меня светлая кожа лица и тон, он идеальный. Он идеальный. Перед вами первый раз сейчас я пробую минеральную косметику. И сейчас, вы знаете, мне очень редко, когда присылают, вообще просят, давайте пришлем что-нибудь на обзор или давайте вам пришлем какой-то подарок. Я не тот блогер, видимо, с кем компании хотят работать или видят какое-то, какое бы то ни было сотрудничество. Поэтому я всегда очень благодарен, когда мне что-то говорят. Давайте пришлем вам что-то хотя бы попробовать. Я говорю, конечно, с удовольствием, с огромным удовольствием я попробую и я скажу свое честное мнение. И вообще, если честно, вы знаете, с пудровыми, с минеральными такими вот продуктами, на мой взгляд, очень сложно испортить продукт. Очень сложно. Это надо просто постараться. Поэтому я считаю, что минеральная косметика, в принципе, это достаточно безопасный способ для тех, кто хочет пользоваться косметикой без боязни ходить пятнистый или рыжий, или еще какой-то. Потому что это косметика, которая минеральная на все 100%. Она не тестируется на животных, что это достаточно приятно, учитывая, знаете, некоторые русские, российские бренды, которые просто пытаются, как сказать, найти оправдание теста на животных. Я считаю, что это абсолютно... В наше время, в 2019 году, это можно избежать. Все компании гордятся тем, что они не используют, не тестируют свою косметику на животных. Мы не в Китае, где это законодательно необходимо. Поэтому все оправдания для этого, я считаю, это просто ужасно. Вот. Это, честно говоря, я первый раз, поэтому я, может быть, слишком много беру. Конечно, вот у меня здесь усы, которые не совсем хорошо перекрывают тональную основу. Но у меня, в принципе, я человек, который никогда не заморачивается над тем, чтобы усов никогда не было видно. У меня всегда видно усы под любой тональной основой. То есть я не пользуюсь этими оранжевыми консилерами, которые нивелируют голубой цвет вокруг рта. Да? Поэтому, так как меня это полно не заботит. Я мужчина, который пользуется косметикой. Мы не будем здесь уж вовсю изображать из себя женщин. Да? Я просто обожаю пользоваться косметикой. Ах! Вы знаете... Очень светлая, очень легкая. Ты ее не чувствуешь совершенно. Нету... Ну, совершенно нету ощущения маски, потому что нету вот именно вот этого вот... Нету крема на лице, понимаете, да? И для моей жирной кожи я просил именно сатиновую. Мне показалось это... Я люблю сатиновую, потому что люблю хоть какой-то... Блин, у меня матовая совсем не работает. Вы знаете, неплохо. Неплохо, совершенно неплохо. Ну, вы видите сами, да? Интересно, вы знаете? Интересно. Основа сатиновая. Так, ладно. Мне не прислали, к сожалению, консилер. Поэтому я не буду ничего делать сегодня под глазами. Но под глазами и так, в принципе, не так и плохо. Потому что, да... Вы знаете, очень свежее лицо. Очень белое лицо. Ну, как вот мой тон кожи. Видите, вот кожа на шее и кожа на лице. Вы знаете, мне прислали интересную троечку. Троечку я заказывал на... Как сказать? По фотографиям. Поэтому я подумал, что вот в этой троечке здесь у нас румяна, хайлайтер и бронзер. Я подумал, что здесь бронзер достаточно серый. Вот такой, да? И он, возможно, не настолько он и желтый, что возможно использовать его как скульптор. Вот мне показался он здесь неплохим. Я перед вами сижу... Ох, нет, только не разбейся. Не разбился. Я перед вами сижу, но у меня нет совершенно ничего на лице. Поэтому мне будет интересно сделать скульптор именно этим продуктом. Использую я ZOEVA 109 FacePaint. И мне будет... Ух! Набирает очень много продукта. Неплохо. Знаете, лежал сейчас в больнице. И пересмотрел кучу фильмов. Знаете, к огромному сожалению не найти хороших фильмов. Ни хороших комедий, ни хороших ужасов. Ничего, то, что действительно зацепит, то, что действительно заставит тебя волноваться, когда выключен свет, да, в квартире. Я такой человек, который ждет вот этих, знаете, сложных эмоций от... от фильмов. Воу! Вы знаете, совсем неплохо для контуринга. Мне главное, чтобы не рыжило, и он совсем не рыжит. Самое смешное, что сейчас я посмотрел, это Холмс и Ватсон. Вот это была неплохая совершенно комедия. Совсем свежая, вот из свежего. А так, ты смотришь, и, блин, ничто не может тебя зацепить, к сожалению. Это, блин, это печаль. Настоящая печаль, ребят. Это настоящая печаль. Честно, обожаю такого плана видео, когда я собираюсь на камеру. Сто лет такое не снимал. Сто лет такое не снимал. Знаете, мне дали сейчас 6 недель на восстановление после переломанной ноги. Через 2 недели мне снимают швы. У меня операции вставлены титановые пластины в локоть и в щиколотку. И через 2 недели мне снимают швы. И после этого у меня... Знаете, изумительный бронзер. Изумительный бронзер. И потом, через 6 недель, я полностью восстанавливаюсь. То есть, могу ходить полностью. Ну, нормально как человек. То есть, у меня, по идее, срастется кость, что я этого очень сильно жду. Я спросил, почему мне не окладывают на руку гипс? Мне сказали, что... Так как титановые пластины стоят, доктор не видит смысла накладывать гипс на локоть. Потому что руку нужно разрабатывать. Сложный перелом в трех местах на руке. И сказали, что... Лучше, когда просто ставят пластины, просто перевязки. Ходи раз в 2 недели, меняй перевязки. Вот, уже с сестрой говорю, что я думаю сразу, как только я восстанавливаюсь, сразу, как только у меня срастется гипс, то есть, приблизительно через 5-6 недель, я сразу еду на юг Франции, потому что меня ничто не остановит. Так как планы были большие, и хочется все равно сделать. И совершенно не хочется... Я очень скучаю просто по ней. Это человек, который для меня значит все абсолютно. И, блин... Знаете, такое ощущение, вот после этой поездки в Венецию, как будто часть семьи просто пропала. Как будто умерли люди, понимаете? И для меня особенно цены стали люди те, которые остались в моей жизни. Вы знаете, я, может быть, человек жесткий и бескомпромиссный, но я никогда не буду знать... Я не могу! Я не в состоянии... Я не в состоянии фальшивить самому себе. И, вы знаете, я не могу себе представить сейчас сесть, открыть бутылку вина и выпить с людьми, которым я больше не доверяю. Я этим людям больше не доверяю. Вы знаете, все, что я буду помнить, это я в Венеции, в каком-то доме около площади Сан-Марко, старинный дом, и ты где-то там на втором этаже лежишь на кровати, и тебе просто страшно от того, что ты не знаешь, как ты доберешься домой. И ты просто понимаешь, что больше ты никогда не сможешь доверять этим людям. Я, знаете, я просто буду не я, если я буду ходить и му-му-му-фальшиво целоваться. Такого просто быть не может абсолютно. Восхитительный тон для контуринга, ребят. Может быть, не совсем ту кисточку я выбрал для контурирования всего лица, но на улице сейчас, наконец-то в Эстонии, наконец-то в Эстонии стало потеплее. Стоит сейчас уличный музыкант и играет на улице. Мне придется, видимо, наложить какое-то музыкальное сопровождение к этому видео, так как я не хочу, чтобы джазовая музыка чуть-чуть отголоском была на заднем фоне, но посмотрим, как оно будет. Знаете, мне нравится весна и начало лета в Эстонии, тогда все студенты просто на улицах, все выпивают, веселье. Знаете, студенческий город. Поэтому я это очень-очень-очень люблю. Я это очень ценю. У меня всегда такое, знаете, хорошее настроение, когда у меня открыто окно. Я живу в самом центре и у меня вот такой вот на заднем фоне. Вот такой у меня был контуринг, ребят. Это у меня в тоне... Как же назвать этот тон? Весеннее настроение называется. Это трио называется «Весеннее настроение». Ребят, все, что я могу дать максимально, это описание продуктов и ссылки на них на сайте. Дешевая косметика дешевле, чем любые альтернативы, там тот Urban Decay или что-то еще. Но мне очень нравится, как это все выглядит. Вы знаете, как выглядит эта косметика? Она не выглядит маской, она не выглядит тяжелым макияжем. Я просто в большом восторге. Вы знаете, я не взял никакой продукт для бровей. Но я человек, который любит черные темные брови. И у меня есть пигмент. Я думаю, если взять пигмент, который называется черный бриллиант, выглядит он вот так, дорогие мои. Знаете, очень интересное решение. Я фанат пигментов. У меня целая гора пигментов. Костыль, кому интересно. Я фанат пигментов. Вот мои пигменты. Я обожаю глиттеры, я обожаю пигменты. Для меня это абсолютно все. И мне стало интересно, смогу ли я черным бриллиантом сейчас сделать себе брови. Потому что брови я люблю темные. Брови я люблю такие прямо суровые брови. Интересное решение. У баночки вот такая вот... То есть пигмент не высыпается, а вот в таком вот формате. Очень удобно. Хочется, если уже делать... Ну да, пигмент. Попробую сделать пигментом брови. Знаете, я обожаю свои брови. Я большой фанат своих бровей. Брови, я считаю, это то, с чем мне повезло сильно, это брови, да? О как! Окей, я попробую вторую бровь и решу, насколько это мне идет или не идет. Интереса ради, ребят. Вы знаете, я никогда не делал... Как его? Я не любитель натуральных макияжей в принципе, да? Совершенно не любитель. Я люблю все немножко такое драматическое, рок-н-ролл. и все в таком виде. Не знаю. Вы знаете, а почему нет? Сегодня я буду делать смоки, но я буду делать не черные смоки, поэтому почему нет? Обожаю такого плана брови. Класс! Вы знаете, я верю в то, что косметикой нельзя ничего испортить. Ты просто мажешься до тех пор, пока не будешь удовлетворен результатом. Все очень просто. Здесь есть интересные пигменты, и мне интересно, как их сейчас наносить. Это у нас пигмент называется Водный мир. Очень красивый. Вы знаете, у них очень красивые пигменты, которые и дуахромные, переливающие, очень-очень красивые пигменты. И мне сейчас надо выбрать то, что мне действительно подойдет. Пигмент называется Сказочный лес. Вы знаете, у них все названия на русском, само собой, да? Вот такой вот пигмент. Обожаю, обожаю. Я фанат пигментов, и у меня пигментов миллион. Я верю в глиттер. Вы знаете, я верю в глиттер и пигменты, потому что ничто не заставит ваш глаз... Ох, да! Вот это я думал. Я думал вот это. Пигмент называется... Сейчас скажу, как он называется. Восхитительный пигмент. Обожаю такого плана. Металлик. И это у нас бразильский карнавал. Вот на него у меня большие надежды. Посмотрим, что из него получится. Они, конечно, рекомендуют, как все пигменты, наносить с базой. У меня моя любимая база есть. Это от H&M. Я обожаю базу от H&M. Глиттер-глю. Это клей для глиттера, на самом деле. Есть у меня, конечно, еще и NYX. Тоже глиттер-праймер называется. Но я его люблю не так сильно, не такой большой любовью, как от H&M. Как и странно, да? Мне кажется, от H&M и держится лучше, и наносится легче, и вообще все это смотрится гораздо презентабельней. Это вот мое мнение насчет глиттера и праймера под глиттер. А вы знаете, на этом я считаю, я съел собаку. Конечно, это беда, когда у тебя сломана рука и сломана нога. Мне говорят, а какая разница, если бы, например, ты говоришь, что, слава богу, у тебя сломана рука и нога, противоположно, у меня сломана правая нога и левая рука. Типа, что бы изменилось, если бы у тебя была правая нога и правая рука сломана? Ребята, тогда бы вы просто не смогли держать баланс, то есть вы бы вообще не смогли пользоваться костылями. В принципе, поэтому, слава богу, что у меня хотя бы как-то я могу передвигаться с костылем. Сейчас у меня взято в аренду инвалидное кресло, потому что я, к сожалению, не могу сделать больше 15-20 прыжков с костылем. Как это ужасно, вы знаете, как это ужасно не звучит, но это правда, это вот мои сейчас реалии. В Эстонии аренда костыля это евро в день, 30 евро за премиальное кресло, то есть кресло, которое действительно удобное, кресло, которое действительно легкое, кресло, которое легко перевозить. Сам я себя не вожу, у меня есть мой ассистент, который меня возит, когда мне нужно куда-то идти, куда-то передвинуться. Вот такие вот у меня сейчас мои, к сожалению, реалии в моей жизни, дорогие мои. Конечно, знаете, врагу не пожелаешь такой беды. Вау! Это, конечно, металл, это чистый металл. Оу, вау! Ребята, вы знаете, это даже не металл, это фольга, это настоящая фольга. Вау! Это просто восхитительно. Вы знаете, глиттеры и праймеры, и глиттеры, и пигменты. Они, конечно, танец с бубнами. Конечно, здесь нужно пользоваться этими клеями, нужно пользоваться специальными праймерами, без этого никуда. Но в то же время, господи, какой красивый результат, какой великолепный результат, ребята. беру обыкновенную чистую кисточку и просто немножко, как сказать, растираю его по краям, чтобы было немножко вот такого, знаете, гранж-смоки. Вау! Боже мой! Как же это все красиво! Обалдеть, ребята! Обожаю! Огромный кайф от макияжа. Ты видишь трансформацию моментально, и ты всегда в восторге, нет? Ааа! Да, вы знаете, надо наносить не твердой кисточкой, как оказалось, а вот такой пушистый. Он наносится даже лучше. Вау! Вы посмотрите, какой кайф, ребята! Знаете, а под глазом я сделаю вот такие вот, называется жаркое пламя, и мне интересно посмотреть, что будет. Оу! Вы знаете, это то же, что наверху, только с эффектом дуахрома. как мало нам любителям глитера надо. Господи, какое это чудо! Знаете, мне интересно, использовать ли мне тушь. Туши вроде бы у них не было, поэтому она спокойно использует тушь, чтобы подчеркнуть выражение глаз. Ну, не гранч ли, а? Ну, конечно, гранч. Обожаю, обожаю. Знаете, чего я люблю, обожаю больше? тем, что когда ты, если ты наносишь тональную основу на основе крема, ты чучу, у меня сейчас ботокс весь ушел, ты поднимаешь брови, опускаешь, у тебя остаются мимические морщины, в которые попадает крем, и это видно. Здесь, в минеральной косметике, такого просто, такой беды просто не существует. Вот вам и российская косметика, дорогие мои. Восхитительно. Ребята, у меня нет никаких кодов, ничего, просто, кому интересно, восхитительная, дешевая русская, минеральная косметика. Красота. Вы знаете, я очень боюсь пользоваться румяными, я сразу говорю, я не боюсь пользоваться хайлайтерами, но я очень боюсь пользоваться румяными. Попробую я немножко вот такими вот румянами, которые здесь называются румяна. Оттенок весеннее настроение. Вот в весеннем настроении есть вот эти вот румяна. Использую я кисточку вот такую. Да, вы знаете, это идеальное весеннее вот это вот настроение, это идеальная палетка для вообще белоснежек, вот просто для белоснежек, потому что... Хотя я всегда боюсь перебухать румян, всегда боюсь перебухать румян. Сейчас я немножко разотру румяна. Знаете, у меня что есть? Мне ребята прислали еще в подарок, вот этого я, конечно, не ожидал, две кисти. Это кисть для хайлайтера и это кисть для пудры. Вот для пудры я сейчас прямо сразу и попробую. Это Crystal Minerals. Это их оригинальные кисти. Выглядит вот так. Это супер мягкая кисть для пудры. Кистей для пудры мало не бывает. Вы знаете, сейчас я попробую закрепить все. Это дело минеральная пудра, пудра финишная, сатиновая, антибактериальная, прозрачная. Я попробую сатиновую, я очень люблю сатиновые пудры. В принципе, мне интересно посмотреть, как это все будет сейчас выглядеть на мне. Восхитительно! Но! Потому что, вы знаете, говорят, часто компании используют свои собственные кисти для... Потому что они... Ох... Ох... Они идеально работают с их косметикой, правильно? Не просто же продают кисти. И вот, и мне интересно, как это сейчас... Класс! Вы знаете, что мне очень сейчас понравилось, это что этим бронзером можно великолепно контурировать скулы. Это еще чуть ли не проклял или совет за то, что я называл корректировать щеки, скулы. Господи, вы посмотрите, как идеально лежит тональная основа. Ничего не подчеркивается. Я фанат. Так, и вы знаете, я попробую хайлайтер, который находится вот прямо вот в этой же палетке. Мне прям было очень интересно попробовать нерассыпчатый хайлайтер. Вы знаете, мне, ребята, прислали, наверное, рассыпчатый хайлайтер. Мне просто сейчас очень-очень интересно. Это у меня минеральный бронзер. А, и здесь у меня еще минеральная пудра и минеральная пудра. Вы знаете, я такой человек. Здесь у меня минеральная пудра с HD эффектом. Вот этой, наверное, мне нужно было пользоваться. И пудра финишная с золотом прозрачная. Золотом нужно было пользоваться. Блин. Я набр... Знаете, когда сказали, набирай косметоз, я набрал до хрена пудр, потому что пудры мало не бывает, а хорошая минеральная пудра дорогого стоит, детки мои. Знаете, сейчас я попробую кисточку, которую мне ребята прислали тоже в подарок. И это у меня кисточка для минеральной косметики, именно для хайлайтера, для минерального хайлайтера. И мне очень интересно посмотреть, как она выглядит. Значит, кисть для пудры F02 и кисть для лица F05, но это именно для хайлайтера. Мне, с вами, интересно, как хайлайтер будет выглядеть. Это 100% для белоснежек, ребят. Это 100% для белоснежек. Оф. Окей, неплохо. Вы знаете, я что попробую сейчас? Я попробую наложить еще хайлайтер, который мне прислали в пробнике. и мне само это очень интересно. Мне вот сейчас интересно посмотреть, как выглядит рассыпчатый хайлайтер. Рассыпчатыми хайлайтерами, окей, я только видел их. Окей. Я только видел их, знаете, вот жидкие и рассыпчатые хайлайтеры. И вообще, рассыпчатый хайлайтер для меня новый, а равно как и рассыпчатая косметика, как рассыпчатая сатинная основа. Оф. Вы знаете, я доволен, я доволен, что мой вердикт по основе, вы знаете, единственное, что у основы, я должен это сказать, это покрывающая способность не очень хорошая, потому что это минеральная основа, я так понимаю, но можно, видимо, наслоить, я просто не стал наслаивать, потому что меня устраивает эффект, какой он есть. Сейчас я нанесу помаду и дело с концом. Пользуюсь я помадой Family Jewels, восхитительная помада, воспользуюсь я ей для завершения лука, и тогда я скажу свое финальное заключение. Ну, привет, ребят, вот такой вот у меня финальный лук, вот такой у меня законченный лук, где у меня, и вот посмотрите, да, я понимаю, что когда только что, только мазнул черными тенями по бровям, брови смотрелись черными, брови смотрелись броскими, вызывающими, но в то же время в финальном луке выглядит то, как я изначально и задумывал. Я люблю такие рок-н-ролльные брови, которые говорят, да, мы здесь, и мы дома, и мы не извиняемся, детка, это наш дом, понимаете, поэтому я считаю, что брови выглядят очень хорошо с отрощенными корнями, выглядят хорошо с этим омбре, выглядит рок-н-ролл, ну, камон, ну, не рок-н-ролл, да, ребят, вот так вот пальцем перед вами минеральная косметика, полностью все от А до Я, единственное, что я пожалел, что я не заказал консилер, потому что рассыпчатый консилер для меня это было совершенно новое, для меня это было что-то совершенно сложно перевариваемое, но на самом деле я очень пожалел, что я его не заказал, я в большом восторге от финального результата, выгляжу я восхитительно, единственное, конечно, сатиновая основа, она очень легкая основа, она, я понимаю, что ее можно наслоить, но она перекрывает среднее, скажу, среднее покрытие, это не слабое покрытие, это именно среднее покрытие, оно идеально для людей с жирной кожей, потому что, ну, это минеральное, оно абзорбирует весь жир, оно гипоаллергенно абсолютно, оно не тестируется на животных и вид получается, вы знаете, ребята, косметика сделана в России, кто бы думал, вы знаете, ты всегда большой скептик, когда дело касается косметики, сделанной в России, ухода, сделанные в России, вы знаете, приятно удивлен, очень удивлен, я скажу больше, я очень удивлен и я в восторге от сатиновой основы, которую я однозначно буду пользоваться, потому что ее не видно, ее просто не видно, ее видно, знаете как, Она перекрыла все, что нужно Она выровняла тон однозначно Но не видно маски на лице Господи, как жалко, что я не обращал внимания на тональные основы в пудре Век живи, век удивляйся Ребят, вот такой вот мой финальный лук Надеюсь, вам понравилось Надеюсь, вам понравилось такое Поболтали, собрались вместе Снять ASMR видео И я в восторге И вы должны быть в восторге Потому что, ну кайф Ребят, Crystal Minerals Восхитительная российская косметика Я на каждый продукт, который я сегодня использовал Я оставлю ссылку в описании У меня никаких кодов нету Поэтому извиняйте, но пробуйте Потому что мне результат очень понравился Мне результат понравился Очень, кстати, хайлайтер, да? Воу Класс, я в восторге Спасибо огромное, что провели это утро Субботнее со мной Надеюсь, вам оно Вы получили заряд хорошего настроения Надеюсь, вы открыли для себя что-то новое Потому что для себя я открыл сегодня Очень много нового Я знал, что такое пигменты Я большой фанат пигментов И пигменты у Crystal Minerals У КМ Cosmetics восхитительные Восхитительная для белоснежек Компактная палетка Весеннее настроение С301 Ребят, С301 Бронзер, который Один из немногих бронзеров Который не желтит Для белоснежек это критично Вы знаете, насколько я сильно хотел Насколько вот я хотел Вот это вот хуло от Benefit Боже мой, как же я за ней гонялся Как же у меня были огромные надежды на нее Желтит Желтит безбожно Хоть и говорят, что это хайлайт Этот бронзер для всех Нет, не для всех Для меня он желтит Для меня его видно Для меня видно, что я намазался Хайлайтим бронзером здесь Восхитительный нежный бронзер Который, кстати, я использовал сегодня И как бронзер, и как скульптор лица Ребят, переходите по ссылкам Если вам интересно Фирма находится в России Производство в России Спасибо огромное КМ Cosmetics Персональное вам За такой восхитительный подарок Знаете, за расширение моих горизонтов Я в большом восторге от финального результата Выгляжу я просто той еще бомбочкой Ух, детка, нет? Обожаю На губах у меня Джеффри Family Jewels Ну что, не моя бы сломанная нога Пошел бы я на танцульки Ребята, у меня есть платная подписка на канале Если вы хотите стать спонсором и поддержать меня Если вы считаете, что я тот блогер Который достоин поддержки Кнопка стать спонсором Прямо под этим видео Это 4 доллара 99 центов в месяц Я вам буду очень благодарен Вы знаете, YouTube это моя жизнь YouTube это все YouTube это моя мечта Которая стала реальностью Я вам очень благодарю Всем моим бабочкам Вы человек Около имя, кого стоит бабочка Это человек, который поддерживает меня И вы знаете, я вам благодарен Всем и абсолютно каждого Поэтому сейчас, вы знаете, я на пути исправления На пути здорового образа жизни Отказа от алкоголя И прочее, прочее Поэтому я рад, что вы Имеете такое активное участие в моей жизни Я вам очень благодарен От всего сердца вы это знаете Ребята, спасибо всем, кто смотрит Подпишитесь на мой влоговый канал Я так хочу там серебряную кнопку Если бы вы знали Подписаться вам ничего не стоит А моя мечта получить серебряную кнопку На влоговом канале Она ближе Ссылка в описании будет Подпишитесь на этот канал Если вам не сложно И поставьте это видео лайк Если я вас заставил улыбнуться Спасибо от всей души Что вы провели эти 40 минут со мной Увидимся завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok